здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале я заранее прошу прощения у тех кто проголосовал во вкладке сообщества за других героев всеобщая мобилизация которую в народе очень справедливо я считаю назвали всеобщей могилизации передвинула нас на новые рельсы и поэтому вот два внеочередных разбора подвинули всю нашу сетку людей которых мы хотели разбирать до изначально в общем то я бы с удовольствием разбирала звезд эстрады и вообще не трогала бы тему войны если бы не это все так не касалось меня лично дело в том что я мать двух сыновей я гражданка россии и для меня эта тема конечно же чудовищно чудовищно вообще изначально то что началось 24 февраля я вижу сейчас после того как была проведена это всеобщая могилизация постепенно z патриотов становится все меньше все тише они заявляют о своем мнении если кто-то еще остался из z патриотов пожалуйста собирайте свои вещи езжайте на фронт в качестве добровольцев вас с удовольствием примут военкомате туда просто достаточно просто прийти да но мы все-таки давайте вернемся к нашему разбору и вот после того как путин высказал в общих чертах то что он объявляет всеобщую мобилизацию после него в эфире пустили интервью шойгу где он дал некоторые разъяснения но знаете лучше бы он молчал должна сказать имея таких друзей врагов не надо на почему вы это поймете когда мы сделаем этот разбор давайте по порядку смотрим как бы охарактеризовали общую ситуацию вооруженных силах россии на сегодняшний день все меры словно смотрите когда он это говорит он смотрит вниз это тактильное ощущение и влево это эмоции да то есть он пытается эмоциональную свою память напрячь и найти что-то ну наиболее подходящее для того чтобы сказать но отсюда он получает только очень грустную печальную информацию и отсюда у нас эмоция печали на лице нет никакого воодушевления то есть все что он может взять из своих ощущений все очень грустно виды рыда вооруженных сил включая ядерную триаду выполнять свою задачу соответствии с конституции а смотрите говорит очень неразборчиво говорит очень скомканно без эмоций акцент не на том о чем спросили его спросили как вообще вопрос как предполагает эмоциональную оценку да вот когда у нас спрашивают как дела мы говорим хорошо или плохо или лучше всех да ну мы даем эмоциональную оценку да но здесь этой эмоциональной оценки он попытался ее взять из своих эмоциональных воспоминаний но здесь у него все очень плохо поэтому он пошел нас забалтывать забалтывание происходит вот на том что какие-то виды вооружения там вообще что делают начинает там ну что-то в общем совершенно несуразное но просто проговаривает какую-то информацию дает нам дополнительные ненужные факты это называется манипуляция забалтывание если хотите по манипуляциям знать подробнее чтобы не попадаться вот на таких вот забалтывателей но здесь конечно он забалтывает от безнадёги да и от того что мы видели там грусть на лице нет воодушевления то есть ему ничего другого не остается делать потому что здесь либо хорошо либо ничего хорошего сказать нечего соответственно он пытается нас забалтывать ну вот если вы хотите в этом забалтывание разбираться пожалуйста под видео есть ссылочка манипуляции мини-курс можете пройти посмотреть как это происходит да ну будете вы использовать это в своей жизни или нет но главное чтобы вот такие забалтывать или вас не использовали в своих целях потому что здесь ну по-другому это не назвать российской федерации и казани верховного главнокомандующего а вот а вот здесь вот по поводу верховного главнокомандующего знаете я очень напряглась и честно говоря даже вознадеялась смотрите такая пауза из конфедерации нашего президента и смотрите на давайте обратим внимание на руки прихлопнул большим пальцем большой палец он у нас олицетворяет наше эго но здесь идет речь о нашем верховном главнокомандующим и можно сказать что он с опции своего эго передал вот верховному главнокомандующему и вот это вот прихлопывание говорит о том что и мы все под колпаком мы все там вот что что нам верховный главнокомандующий скажет что его эго решит за нас то наше эго и сделает то есть у нас свое эго мы ну то есть вот этот иллюстратор причем закрытые вот получается руки сложены в замок да и большим пальцем прихлопывает то есть закрытая поза и при этом он на словах о верховном главнокомандующим вот так прихлопывает то есть он вот в данном случае шойгу находится под колпаком у верховно командующего вот к чему этот жест но тут еще на лице очень интересные сигналы просто знаете картина маслом сейчас давайте вот лицо посмотрим смотрите как он сжимает челюсть губы напрягает и растягивает эти губы в такой знаете вот улыбки да но эта улыбка на самом деле презрение причем презрение она же бывает разное это же эмоция сравнения чаще всего конечно же это улыбка да то есть я лучше а часто это как раз такое презрение что я к сожалению я не дотягиваю но придет время я возьму реванш да то есть презрение это такая очень коварная эмоция то есть идет сравнение в любом случае вот если презрение мы видим человек сравнивает свою пользу или не в свою ну он сравнивает соответственно рано или поздно он захочет восстановить если он проигрывает а в данном случае конечно же он проигрывает по рукам мы видели этот жест да и здесь вот вот это сжимание вот всей этой нижней части лица говорит о том что очень много чего он держит в себе да и не может нам выдать но что точно вот я не видела вот когда получается вопрос как я не видела воодушевление что конечно же очень сильно меня как россиянку удручает да это конечно же я я не говорю правду потому сейчас в данном случае конечно же я не не за россию в данном случае болею поэтому конечно меня радует вот это отсутствие воодушевления по-человечески но давайте мои оценки ладно бог с ними давайте смотреть дальше да что же мы видим по поводу вот все таки следующий вопрос который задает ведущий как на украине сейчас обстоят дела если можно об этом поподробнее на самом деле смотрите вдох потом на самом деле потом опять вдох то есть вот это оттягивание ответа говорит о том что сказать хорошего ему опять ничего понимаете вот тут либо хорошо либо ничего да и он пытается вот за счет вот этих вот оттягиваний найти хоть какой-нибудь более-менее хороший ответ чтобы нас воодушевить по сути в его выступление она для того чтобы нас россиян воодушевить особенно его сторонников z патриотов да то есть мы делаем правое дело мы там побеждаем бла-бла-бла прочее но мы видим что перед нами абсолютно унылый человек у которого все плохо который кто-то может сказать что он просто без эмоционален но уже следующем ролике вы увидите что эмоции он все-таки включает на некоторых вопросах на каких мы сейчас с вами это увидим но здесь мы видим вот на этих вопросах которые действительно касаются дела с которым он к нам сейчас пришел где он должен нас с вами заряжать своим энтузиазмом мы видим что все настолько плохо что даже он не может собраться и сказать нам хоть что-то хорошее хоть что-то обнадеживающее вот не нам даже со своим сторонником я точно не его стороне идет больше смотрите как долго он подбирает слова пытается найти эти слова в ощущениях но опять не находит находит только вину печаль никакого воодушевления то есть настолько все плохо что просто оттас трудная боевая работа это выполняет до трудная боевая работа опять пауза опять поджимает подбородок губы напрягает облизывает губы облизывает ищет информацию хоть здесь то есть смотрит сюда ищет информацию не находит ничего хорошего но вот 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 это вот вся вот эта печаль вот эта грусть она как раз вот отсюда получается вот здесь вот у него находятся его воспоминания его вот та правда которая есть да он берет ее отсюда и это правда его не радует а я почему акцентирую внимание на этом месте потому что вот на при ответе на один вопрос он туда смотреть не будет ну и там я вот именно на такие вопросы которые вас волнуют больше всего да видите пауза поджимает подбородок губу облизывает с честью нашей войны все плохо все ужасно служащие служащие луганской донецкой народных республик другие подразделения которые видите вообще очень неразборчивая речь да очень тихо неразборчиво говорит себе поднос о чем это говорит это он не может нормально громко выговаривать четко слова вообще вот эта разборчивость речи это уверенность человека в том что он говорит вообще часто люди не уверенные в себе в принципе они так как раз вот так вот неразборчиво разговаривают да им ну они не не научились да допустим им не комфортно быть и некомфортно выступать там в некомфортно общаться они ну вот есть много людей интровертов которым это неудобно перед нами может сложиться впечатление что просто сидит интроверт которому просто не нравится говорить но нет это неправда я дальше вам это докажу просто вот в данном но при ответе на данный вопрос ему очень некомфортно ему приходится бы выдавливать из себя слова ему приходится он вообще вот энергетика на самом нуле и когда вот такое вот низкое эмоциональное состояние настолько подавлены а человек не может полностью набирать в легкий воздух и не может вот вообще за счет чего про ну мы производим речь за счет того что мы набираем в легкий воздух и потом вот этот воздух преобразовываясь через наше горло там вот весь речевой аппарат чем больше этого воздуха тем больше возможности для нашего речевого аппарата формировать четкие громкие звуки которые все услышат все разберут понимаете и чем меньше вот этот объем воздуха тем меньше потенциала тем меньше энергетики и здесь мы видим что вот прям совсем нет энергии да вот нет вот этого воздуха нет ничего и он он еле-еле выдавливает по капельке вот получается когда человек не уверен когда он нервничает у него легкие не открываются на полную мощность ему приходится чаще дышать и вот здесь мы видим что человек ну либо чаще дышать либо говорить тише либо говорить менее разборчиво и вот мы видим вот эту картину как раз добровольцы которые участвуют в этой операции знаете что освобождена луганская еще тише говорит видите освобождена и с печалью смотрит с печалью то есть освобождена но но это не точно вот вот прямо во лицо говорит но подтвердите мне она действительно освобождена вот вы понимаете человек который пришел нам принести какие-то воодушевляющие вещи он смотрит так и говорит это точная я не не ошибаюсь да то есть вот это без энтузиазма но он же говорит о победах ребята о победах народная республика идет продолжается движение по донецкой народной республике видите продолжается движение и вот смотрит вниз вот в эту зону да опять презрение то есть ему приходится вот когда он вот так натягивает губы да вот ему приходится ну я предположу что где-то может быть даже ну может не сочинять а где-то правду знаете такая как сову натягивать на глобус вот-вот я просто пронаблюдала все его интервью и когда он вот этот вот натягивание идет рта вот как презрение да это вот натягивание совы на глобус в его понимании то есть ему где-то приходится правду изменять видоизменять делать даже в конце концов переделывать менять полюса да ну ну что поделать он привык поэтому но он-то привык а тело телу сложно привыкнуть потому что ложь это в первую очередь стресс для самого обманщика имейте это в виду поэтому конечно же ему это делать довольно трудно и мы это вот эти вот муки и наблюдаем это очень забавно смотреть да вот видите как печаль вообще вот нужно все плохо все плохо до движения по республике часть херсонской запорожской области и также видите в конце концов он даже уже вот воздуха не хватает он уже кашель уже это тоже но это вегетативная нервная система понимаете ее не обманешь это вот то что отвечает за сердцебиение за все остальные функции организма мы об этом не думаем да мы же не считаем там сколько ударов сердце наше сделано сердце реагирует очень четко на наше эмоциональное состояние если где-то нам приходится соврать то соответственно все наши органы подстраиваются под этот стресс стрессовый режим и действует уже по-другому да и вот легкие набирают меньше воздуха соответственно вот этот кашель от нехватки воздуха да все это вегетативные реакции тела и он на этом очень сильно ну вот заметно заметно что все все не так как ему надо сказать вот эти вот успехи как о которых он говорит шиты белыми нитками если кто-то в этом сомневается ну сходите проверьте я думаю украинцы вас примут находится под контролем да ну ладно значит многие из вас могут сказать да он просто мало эмоциональный человек на что я возражу вот этим новым вот этим роликом давайте посмотрим вот где эмоции вот где загорелись глазки вот где воодушевление давайте посмотрим то есть воодушевление не там где наши успехи не там где ну вот прям все замечательно все зашибись да а вот где воодушевление не могу не сделать акцент на том что мы на сегодняшний день воюем не уже столько с украины украинской армии сколько с коллективным западом потому что то оружие которое было украины но на сегодняшний день фактически закончится бывшие советское оружие многие из младоевропейцев особенности ретивых стараются и смотрите прям улыбка не скрываемая улыбка да что европейцы помогают украинцам они вычистили все что у них было все склады и тщательно подмели все передать все передать но вот он где успех мы постоянно выбиваем 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 и уже пришло время когда мы действительно воем с коллективным западом плюс надо можно наоборот надо плюс коллективный смотрите даже иллюстраторы включил смотрите какие вообще эмоции вот это счастье счастье что против нас воюет коллективный запад о чем это говорит дорогие мои россияне о том что перед нами человек который вот вот о двух вещах либо одна вещь либо 2 первое это значит либо это хорошо подготовленная ложь которая вот хорошо он выучил хорошо подготовился и вот нам выдает да вот такое выступление то которое радостно да либо это действительно есть да но тогда какая радость если он воюет за россию за нас с вами какая тут может быть радость ребята если он представитель той стороны против которой воюет весь мир вот вот какая может быть радость радость может быть лишь в том случае если ему это на руку а в каком случае ему это на руку да в том чтобы своим хомякам впаривать то что мы воюем по против всего мира то есть поддерживайте меня я за вас борюсь да то есть чем хуже будет ситуация на фронте тем лучше вот для него то есть он не патриот россии он бы вообще если бы на самом деле вот этот факт его беспокоил если бы на самом деле он действительно переживал за судьбы россиян если бы он действительно был на нашей стороне этот факт бы его в нем вызывал бы очень негативные эмоции вызывал бы злость вызывал бы печаль вызывал озабоченность в конце концов да но это вызывает в нем радость то есть чем больше будет вот со стороны украины помощи запада тем лучше для него тем больше он нам всем будет вот этих пугалок забрасывать смотрите против нас весь мир какие они мерзкие какие неплохие да а я такой хороший я за вас заступаюсь в общем вот такая политика вовсе не заступля не заступается он за нас он специально разжигает эту бойню для того чтобы сказать смотрите какой классный вот его цель вовсе не отстаивать какие-то интересы в общем извините за такие эмоции но здесь просто вот понимаете это надо не видеть совершенно для того чтобы верить вообще вот этим вот что путину что ему что другим прихвостням я я не знаю как вот эти z-патриоты вообще собирайтесь и езжайте на фронт уже ё-моё вас не так много украинцам очистите уже пространство и будем мы нормально жить все да значит следующее да и кстати вот то что здесь вот когда он вот так вот очень горячо рассказывал да и обратите в нем но я уже не буду еще раз это прокручивать я не обратила внимание верни ваше внимание не обратила на том что взгляда вот вот сюда у него не было не было понимаете то есть вот вот эту информацию которую он нам с вами так радостно озвучил она больше даже вот из области фантазии до или там каких-то выводов да но не пощупал мнений не через себя не пропустил понимаете через себя вот эти эмоции не пропустил а зачем ему пропускать ему это информация нужно только для того чтобы нас с вами запугать и он это делает с воодушевлением вот и все вот для чего эта информация вот так вот дальше следующий фрагмент по поводу потерь давайте смотреть не могу не сказать естественно давно об этом не говорили не могу не сказать о наших потерь смотрите смотрит сюда минимально минимально и смотрите дальше видите пауза презрение вот это вот натягивание рта помним да по поводу его вот этих натягиваний рта это всегда натягивание совы на глобус напоминаю теперь на сегодняшний день погибшим 5937 человек опять вот это натягивание да и смотрите презрение но вот натягивание да и произнес эту фразу это эту цифру да и вот наконец-то после этого можно хорошо вздохнуть это опять таки вегетативная вегетативный сигнал тела когда вот врешь в момент вранья тело же ну мы все сжимаемся да и вот воздуха меньше мы можем набрать и так далее но когда уже этот факт произошел до нам становится легче да уже выплеснули вот это это вранье да и после этого можно вздохнуть кроме того когда вот постоянно вот на этом стрессе до рано или поздно тело ну уже требуется ему хорошо вдохнуть воздух поэтому вот то что было сказано это полнейшее вранье которое даже его вегетативная нервная система не пропускала до цифру он конечно же за заучил хорошо но эта цифра не имеет ничего общего с реальностью поэтому вот вот врет как дышит а дышит часто что называется вот в данном случае и здесь не могу еще еще раз не отметить наш ребят которые мужественно выполняют свой долг ох как тяжело он говорит да ну конечно да цифру озвучил и все справился да но что поделать как какую цифру сказали ту и назвал да ну вообще от фонаря да ну вот от фонаря была названа названа еще одна цифра вот это уж точно вот просто от фонаря я не знаю может быть путин ему сказал он спросил какую цифру назвать он сказала скажи вот эту да вот вот примерно так на на отвали вот эта цифра названа на давайте посмотрим можем говорить о конкретном количестве призванных резервистов да конечно 300 тысяч резервистов которые будут призваны хочу сразу сказать названо просто любое число от балды причем смотрите дальше идет уточнение в которое можно хоть все 145 миллионов вложить и не единоразовая это то работа будет проводиться планово как я уже сказал то здесь не здесь смотрите уже он сел на своего конька да да а значит цифру 300 тысяч просто сказал типа сидите молча да не не нервничайте это всего 300 тысяч да но вот самая важная информация пошла потом а потом мы будем набирать столько сколько посчитаем нужным и спрашивать у вас вообще не будем и отчитываться перед вами вообще не будем скажите спасибо что мы сейчас перед вами отчитываемся да и вот дальше видите нахмурил брови таком весь руководитель челюсть приподнял немножко выставил лоб вообще просто то есть вот вот здесь уже барин барин пошел по своим крепостным предусматривается такой знаете широкозахватный комбайн чтобы всех захватить быстро нет нет это вот вот это как раз и будет ребята это как раз и будет смотрите с каким удовольствием с какими иллюстраторами он это рассказывает то есть вот это его информация уже вдохновляет и вы уже радует уже так замечательно это рассказывать это действительно так вот 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 здесь действительно правда буду в этой связи хочу сказать что у нас так совпало что мы в это же самое время какое счастье в это же время мы по нашим планам должны были провести эмуляционные сборы видите какое счастье правда ребяту его счастливы да вы счастливы идти умереть за вот это вот все а видите как совпало да вас бы все равно вызвали да но вот сходите повоюете может не вернете но вернетесь все равно там хотя может и удобрите там как украинскую землю кто знает кто знает да да вот такая история дальше следующий фрагмент сейчас можем говорить о конкретном к сейчас извините теперь следующий фрагмент очень важную полную информацию но операции продолжаются каковы и перспективы но вот видите смотрит в ощущение выдох челюсть вниз перспективы не радужные сразу скажу очень плохие то есть видите чем отличается выставление лба а вот ведь по сути выставить лоб это выглядит в общем то как и опустить челюсть да но вот в данном случае он именно опустил челюсть потому что вот эта нижняя часть лица очень расслаблена вот поэтому определяем где выставил лоб выставляют лоб как правило вот с этой частью лица напряженной ну хотя бы не расслабленной то есть вот смотрим и эту часть лица и эту если человек упрямо стоит на своем то у него вот здесь не будет расслаблена он выставит лоб да и вот здесь будет как ну как как минимум также как было да если же он опустил челюсть ну вот опять таки получается лоб выставлен но челюсть здесь безвольно упала да вот на глазах печаль к то есть вот это безнадёга вы знаете могут быть частности могут быть какие-то отклонения вот по срокам и по действиям ну да может быть да все что угодно да вот это вот иносказательность его спросили о перспективах да и он сказал может быть так может быть иначе может еще как-нибудь да кручу верчу заболтать всех хочу вот что он нам отвечает есть главная основная задачка забалтывает забалтывает вот кстати основная задача и пошло плечико он сам не знает какая основная задача то есть вот ради чего ребята вот сейчас вот эта могилизация ради чего никто не знает только z патриоты что-то себе вбили в голову да и и продолжают кричать что мы братья кстати братья если вы братья так отдайте квартиру украинцам которых вы лишили жилья да вот или там еще как прочий бред который несут эти z патриоты да в чем ваша идея напишите мне в комментариях просто вот лично мне может я такая тупая я не понимаю ну вот даже я смотрю и шойгу не знает за что мы боремся может вы знаете ребят подскажите мне в комментариях приглашаю велкам напишите да вы было поставлены это задача выполняется только какая задача кто знает еще раз прошу напишите в комментариях какая задача сейчас выполняется нашей российской армии в украине объясните мне тупой бабе объясните может вы может я действительно что-то не понимаю естественно мы делаем все для того чтобы она была до мы делаем то есть заболтал закрутил завертел как знаете наперточник обманывать всех хочу кручу-верчу обмануть всех хочу затем у меня на мысль навело вот это вот его выступление особенно в той части где он начал раз разглагольствовать по поводу там 300 тысяч а потом как пойдет да как сколько захочу столько и сделаю да сколько наша главнокомандующий решит столько мы и соберем да вот так сидя сидел и вот прям и причем знаете вот в этом чувствовалось как раз уверенность да вот что мы захотим то мы с вами и сделаем этим меня натолкнула на мысль сравнить это вот с крепостными узнаете а мы ведь не не ушли от крепостного права мы так и остались крепостными и самое забавное когда я стала этот вопрос ну вот историю надеюсь вот эту часть истории пропагандоны не не переписали и вот в этой части истории я нашла очень интересный факт вот про вот там крестьяне были разного вида да и вот они все были покорны своим хозяевам платили налоги там в рекруты их набирали да и они бессловесно шли на смерть на все что угодно да то есть они были собственностью сейчас мы с вами тоже собственность мы не можем покидать вот получается свои области да насколько я понимаю вот сейчас придет этот указ от путина и все начнется военное положение сиди на попе ровно и так далее то есть мы стали крепостными ребята это первое и второе знаете вот положение вот вот интересный факт часть крестьян не желавших платить налоги бежали на дом и волгу где жили свободные казаки некоторые из них нанимались охранять южные российские границы от набегов степняков и вот это знаете очень интересный факт вот именно поэтому иск вот там где как раз казаки были вот украина это же окраина россии да вот я по крайней мере что учила в истории да это как раз было место которое охраняла всю россию от набегов каких-то чужестранцев до от всех подряд ну кто кто нападал на россию и вот туда концентрировались все самые смелые вот крестьяне которые не хотели быть вот этими бессловесными которых бьют ведут на убой и они ни слова не говорят вот там сконцентрировались самые свободолюбивые люди и поэтому у них получилось свергнуть власть поэтому они вот смогли создать вот этот прецедент и именно поэтому путин их боится вот в чем их вина перед путиным вот почему сейчас идет эта война вот она история а то что вам впаривают в уши и втюхивают не слушайте почитайте лучше историю откуда взялись украинцы кто это такие это действительно самые смелые люди которые собрались вот на берегах дона и волги да и вот они как раз и являются вот теми людьми на которых надо равняться нам с вами и не быть вот такими бессловесными и покорными в общем у меня эмоции дальше идут поэтому да я понимаю что этот эфир получился слишком эмоциональным но я как гражданка россии я просто вот меня выворачивает наизнанку начиная с 24 февраля я не могу смотреть как сейчас на моих глазах уничтожают украину я не могу смотреть как на моих глазах моих детей хотят сделать убийцами я не могу смотреть на то как моих из моих детей хотят сделать фарш в угоду вот тому что просто вот это вот банда боится потерять свою власть это просто чудовищно да поэтому если кто-то не согласен с моим мнением пожалуйста отписывайтесь уже не ну кстати да и вот напишите сначала вот ответьте на вопрос может я что-то не понимаю может вы меня в чем-то переубедите да вот ради чего все это может я что-то просто не поняла поэтому да можете отписываться можете писать гневные комментарии в любом случае если вам понравилось не понравилось ставим лайк дизлайк если хотите дальше видеть разбор и подписывайтесь на канал те кто со мной согласны я вас очень люблю кто не согласен вас тоже люблю но я думаю что недолго будете грубить пойдете в баню да вот такая вот я сегодня немножко резкая но что поделать такая жизнь до до новых встреч дорогие друзья пока пока